Всем привет, ребят! Вы на канале TK Spati и я TK. И сегодня мы с вами обсудим, как же ускорить рендер видео почти в любом, соответственно, редакторе видео. Мы на примере этого Adobe Premiere Pro с вами сделаем, с 2019 года. Суть лайфхака очень простая. Изначально вы рендерите с помощью вашего процессора, а они слабее справляются с этой задачей, чем практически любая видеокарточка. Я научу вас рендерить с помощью видеокарточки. Первое. Вам нужно убедиться, что у вас есть вот такое вот аппаратное GPU ускорение. Там есть программное, нужно, чтобы было аппаратное. Что для этого нужно? Первое. Скачивайте. Да, метод подходит только для NVIDIA, для AMD карточек. Другие есть методы. Это гайд не про вас, ребят. Если у вас AMD, не знаю, поставьте вторую видеокарточку, там 700, какую-нибудь NVIDIA, и скачайте для нее последние драйвера. Это первое, что нужно сделать. И второе, CUDA кодек установить. Будет ссылочка в описании на CUDA кодек. Когда вы его скачаете, чтобы вот появилось это аппаратное GPU ускорение. Вы его скачаете, у вас будут вот такие вот две папочки. Это если 64 бит, а если 32, будет просто System32. Вот CUDA ENG, да? То есть мы заходим в эту папочку Windows. То есть вы скачали, это будет архив. И вот эти вот две папочки, System32 и SysWave64, вы переносите в свою папку Windows с заменой. Если там попросят, заменяйте файлы. То есть это C-Windows. То есть разрешение попросят, там поменять, возможно, какие-то файлы попросят. Делайте это. Далее у вас появится это. Нужно будет перезапустить Adobe Premiere. Ну, кстати, можно это чуть попозже сделать. Далее нам нужно скачать, опять же, ссылочка будет на Vucoder на мой Google Диск в описании. Там либо Яндекс Диск, либо Google Диск. Может быть, несколько вариантов, да. В общем, из этой папки вам нужно... Можно инсталлятор. Если у вас официально установленный Adobe Premiere, да. Если нет, то инсталлятор не найдет ваш Adobe Premiere. Если вы просто какую-нибудь папку с интернета скачали с Adobe Premiere. Вот. То есть Vucoder надо разместить по вот этому адресу. C-ProgramsFiles-Adobe-Common-Plugins-7.0-MediaCore. Ее надо создать, если у вас такой папочки нет. Вот. То есть это для тех, кто не устанавливал там через регистр, там установщик, там и так далее. Ее у вас не будет. Надо просто вот в такую папочку, вот такой вот Vucoder.prm перенести. Он будет в той папке, что будет в ссылочке в описании. Далее перезапускаем наш Adobe Premiere. И у нас появится при рендере. То есть мы делаем видео, заводим видео. И потом экспортируем, ну пытаемся срендерить. По умолчанию я вот H.264 выбирал. И вот такой вариант на 5-минутное видео. Рендерил его минут 7. Вы меняете вот этот формат на Vucoder. То есть H.264 вы меняете на Vucoder. Для сравнения, вот вам две настройки. Давайте лучше вот так даже. То есть был H.264, стал Vucoder 1.2.1. Там надо только framerate 60 сделать. Он там по умолчанию 30 в настройках. И видеоэнкодер поменяйте на NVIDIA NVENC H.264 энкодер. На него поменяйте. И в принципе это основная фишка, которая есть при вот этом лайфхаке, что я снимаю. Вот, то есть как только вы поставите Vucoder, начнете, соответственно, экспорт, ну, рендеринг видео, вместо 7 минут-5 стало где-то 2-3 минуты рендер. Для долгих видео это еще круче. То есть вместо 3 часов рендерится там час. Вот, даже со сложными эффектами там и так далее и тому подобное. Пользоваться лайфхаком я, конечно же, отвечу на все ваши вопросы в комментариях. Постарался прям совсем по-простому разобрать. То есть еще раз подытожим в конце видео. Вам нужно сделать действие, чтобы у вас появилось аппаратное ускорение в настройках проекта GPU, да? То есть это видеокарта. И дальше формат. Вам надо установить этот плагин и выбрать Vucoder. Каждый раз, когда вы, соответственно, рендерите видео, вы выбираете формат Vucoder. Не H.264, а Vucoder. Тем самым вы даете нагрузку, ее как минимум делите между видеокартой и процессором. А не только процессор занимается рендерингом видео. Сами настройки, там профили и так далее. Выбирайте по желанию. Они влияют только на качество. Оно не сильно там заметно, если честно. Вот в Vucoder там внизу настройки, там всякие профили, пресеты. Это все гуглите, если вам будет интересно. Это прямо совсем уже для таких, если хотите, прям совсем качественный видосик. Вот, естественно, для меня там важно это только FPS. Все, в принципе. Такой вот гайд. Спасибо за то, что просмотрели видео до конца. Не забудьте на него отреагировать, поставить лайк, дизлайк, подписаться. Тут очень много, на самом деле, видео про лайфхаки. Тут всякие там, не знаю, газлифты, как ускорить рендер. То есть тут такой хобби-канал про айтишку. Играем здесь на нем. Подписывайтесь, здесь интересно и много полезного. Всем спасибо за внимание и пока-пока.